В юности я с нетерпением ждал прихода весны. Как только становилось тепло, я уже был готов к открытию бейсбольного сезона. Как большинство юношей, мне хотелось стать великим бейсболистом. Мне вспоминается история об одном мальчике, у которого были такие же мечты. Горя желанием стать сильным игроком-отбивающим, он решил выйти на улицу потренироваться. Он взял в руку мяч, подбросил его в воздух и, намереваясь отбить его как можно дальше своей битой, сильно размахнулся, но мяч упал на землю, даже не коснувшись биты. Не желая сдаваться, он решил попробовать снова. Собираясь подбросить мяч в воздух, он ощутил прилив решимости, представив себе, как сильно он отбивает мяч. Вы его ждал тот же результат. Как известно любому хорошему отбивающему, у тебя есть три попытки, прежде чем ты выбываешь из игры. Он собрал все свои силы, подбросил мяч и размахнулся битой так, как никогда в жизни, когда мяч снова упал на землю. У него на глазах выступили слезы. Но тут внезапно лицо его озарило широкая улыбка, и он произнес, «Ага, у меня задатки подающего». Каждый из нас сталкивается с испытаниями и подвергается проверке, как в этом простом примере. И наш успех и счастье зависят от того, как мы воспринимаем свои проблемы. С каждым случаются неприятности, где бы мы ни были. Священное Писание учат, необходимо, чтобы противоположность была во всем. Все мы переживаем трудные времена, и вопрос не в том, когда они наступят, а в том, как мы их встретим. Апостол Павел преподал интересный урок всего за несколько лет до того, как святым в Риме пришлось столкнуться с самым жестоким преследованием за всю историю христианства. Павел напомнил святым, что любящим Бога все содействует ко благу. Наш Небесный Отец, который любит нас безграничной и совершенной любовью, допускает, чтобы мы получали опыт, позволяющий развивать черты и качества, все более приближающие нас к Христу. Наши испытания различны, но каждый из них поможет нам стать более похожим на Спасителя, если бы научимся видеть благо, сокрытое в них. Понимая это, мы развиваем большую уверенность в любви нашего Небесного Отца. Возможно, в этой жизни мы так и не узнаем, в чем смысл всего, что с нами происходит, но мы можем быть уверены, что, получая такой опыт, мы растем. Теперь я понимаю, что намного проще оглянуться в прошлое, когда испытания уже позади, и посмотреть, чему она нас научила. Но весь смысл в том, что обрести вечную перспективу, чтобы обрести перспективу, преодолевая его. Возможно, кому-то наши испытания кажутся несерьезными, но для каждого человека, который приходит через них, они совершенно реальны и требуют смирения перед Богом и получения знаний от Его. В это пасхальное воскресенье мы вспоминаем жизнь нашего Спасителя, Его примеру. Мы желаем следовать во всем. Позвольте назвать пять принципов, которые могут преподать нам последние часы земной жизни Спасителя и помочь нам противостоять испытаниям. Во-первых, Он стремился исполнять не Свою волю, но только волю Отца. Даже перед лицом испытаний Он оставался верен Своей священной миссии. Опустившись на землю в Гефсиманском саду, Он просил Отче, «О, если бы Ты благоволил пронести чашу Сою мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». Иногда боль и горе нужны, чтобы мы могли вырасти духовно и подготовиться к будущим испытаниям. Я обращаюсь к Вам, Матери. Смогли бы Вы причинить своим детям боль и заставить их плакать, если они ничего плохого не сделали. Конечно, да. Когда матери ведут малышей к врачу, чтобы сделать прививку, почти все дети выходят от врача в слезах. Почему Вы так делаете? Потому что знаете, что немного боли, пережитые сейчас, защитит их от серьезной боли и страдания в будущем. Наш Небесный Отец знает конец от начала. Мы должны следовать примеру Спасителя и доверять Ему. Во-вторых, мы должны научиться не жаловаться и не роптать, сталкиваясь с испытаниями. Нефий, получив великое видение об искупительной жертве Спасителя, сказал, «А потому они обичуют Его, и Он это терпит, издеваются над Ним, и Он это переносит. Да, они плюют на Него, и это Он переносит, так как велика доброта Его и белка терпения Его к детям человеческим». Мы всегда должны стараться устранить проблемы и преодолеть испытания. Но вместо вопросов, «Почему именно я?» или «Чем я это заслужил?» «Пожалуй, лучше спрашивать, что теперь делать? Какой урок я могу извлечь из этого? Что мне нужно изменить?» Несколько лет назад, когда мы служили в Венесуэле, наш младший сын решил присоединиться к нам, вместо того, чтобы спокойно закончить среднюю школу. Он не жаловался, но было видно, как ему сложно. Он переехал в страну, где все было новым для него. Но события удивительным образом сложились так, что за испытанием последовало огромное благословение в его жизни. Он достиг этого, изменив отношение к происходящему и развив решимость добиться успеха. В-третьих, сталкиваясь с испытаниями, мы должны более усердно искать помощи Бога. Даже наш Спаситель ощутил потребность молиться прилежнее, когда был в Гиппосиламском саду. Поступая так, мы учимся развивать великую веру. Мы должны помнить, что часто ответы, полученные от Небесного Отца, не освобождают нас от испытания. Вместо этого Он помогает нам обрести силы, чтобы мы могли все преодолеть. Как это было с последователями Алмы, Господь может облегчить ермо, возложенное на ваши плечи, так что не почувствуйте тяжести его на ваших спинах. Проходя испытания, давайте не ожесточаться и не забывать о своих обязательствах. Будешь следовать примеру Спасителей, станем более усердными, более искренними и более верными. В-четвертых, нужно научиться служить и думать о других людях даже во времена испытаний. Христос был олицетворением служения, в Его жизни было множество примеров помощи и служения людям, а Его величайшим даром стало то, что Он сделал для нас. Вот Его слова, «Ибо вот Я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются». Мы должны каяться, а затем следовать Его примеру служения. Служа другим, мы забываем о собственных проблемах, а стараясь облегчить боль или страдания окружающих, становимся сильнее. На прошлой генеральной конференции наш возлюбленный пророк, президент Томас Энс Монсон, сказал, «Я думаю, Спаситель говорит нам, что если мы не теряем себя в служении другим, то наша собственная жизнь мало чего стоит. Те, кто живет только для себя, в конце концов высыхают и, образно говоря, теряют свою душу, тогда как те, кто теряет себя в служении другим, растут и расцветают и в результате сберегают свою душу». В-пятых, «Прощайте других и не стремитесь переложить на них вину за происходящее с вами». Иногда нам нравится говорить, «Если бы они так не поступили, я бы повел себя иначе». Плотский человек склонен перекладывать вину на окружающих, чтобы не отвечать за собственные поступки. «Спаситель, глядя на тех, кто пригвоздил Его Кресту, молил Отца Небесного, прости им, ибо не знают, что делают». Разве мы не можем развить в себе умение прощать? Идя своим жизненным путем, давайте не упускать из виду вечные перспективы, давайте не жаловаться, давайте станем более исполнены молитвы, давайте служить людям и прощать друг друга. И тогда нам, любящим Бога, все будет содействовать ко благу. Я торжественно и убежденно свидетельствую, что наш Отец любит нас и послал своего Сына, чтобы Тот указал и уготовил нам путь. Он пострадал, Он умер и воскрес, чтобы мы могли жить. И Он желает, чтобы мы имели радость, даже во время жизненных испытаний. Я говорю об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.